Полгода прошло с того дня, как Александр Осипов отправил краевое правительство в отставку. Зампреды, конечно, продолжили работу, но в должности ИО, исполняющих обязанности. Вначале такой расклад вызвал у забайкальцев одобрение. Команда должна пройти испытательный срок. А спустя полгода еще и вопрос. А почему губернатор так долго утверждает членов правительства? Значит, не доверяет? Я думаю, что, во-первых, об этом беспокоиться не надо вообще. Работает и работает. Значит, второе, сама по себе процедура представления достаточно понятная и простая. Как у нас будет время у законодательного собрания, у нас сесть и разбирать эти вопросы, а у нас каждой практически сессии в законодательном собрании очень много и так документов, то мы рассмотрим все эти вопросы по представлению и назначению руководителей. После такого ответа, казалось, избавление от приставки ИОЗом, предам, в ближайшее время точно не светит, но это только показалось. Несколько дней назад Александр Осипов внес в ЗАГСобрание вопрос об утверждении действующих членов правительства на должности зампредов. Мы видим, что, в принципе, население удивляет та ситуация, что министры меняются три месяца, полгода. Это ненормально. И, наконец-то, сформирована команда. И сейчас не то время, когда надо продолжать искать людей. Надо работать здесь и сейчас. Надо делать это вместе, искать вместе решения для сложных вопросов, стоящих перед правительством региона. Парламентарии уже завтра, 29 апреля, рассмотрят и, возможно, утвердят кандидатуры восьми зампредов. Сергей Анихаев, Александра Бордалеева, Олегмы Ванчиковой, Бато Батомункуева, Андрея Гурулева, Геннадия Гусьева, Андрея Кефера и Михаила Чуркина. На протяжении того времени, в котором они работают в должности исполняющего обязанности, эти люди смогли продемонстрировать свою компетентность в тех вопросах, которые им доверил Александр Михайлович. Могли сформировать свою команду, которая бы дальше отвечала за экономический блок, за социальный, за инвестиционный, за безопасность нашу. Остается надеяться, что избавление от приставки ИО окажет на зампредов только положительное влияние. Но то, что спрос членов правительства станет еще серьезнее, это точно. Гулял Хасова, ЗАПТ-ТВ